Всем привет! Меня зовут Георгий Лосев, я активист для организации и сотрудничал с профсоюзами и сотрудничаю с рабочим движением. Я Вадим Большуков, профсоюзный тренер, активист профсоюзного движения и профсоюзный историк. Мы сегодня обсудили борьбу профсоюза действия, профсоюза медиков, в гостях у нас был Павел Ржов и мы подведем итоги стрима. Да, у нас состоялся живой такой интересный разговор, обсудили многие аспекты работы действия. Ну, несколько наших наблюдений по итогам нашего стрима и первое, что здесь можно сказать, что профсоюз действия производит впечатление энергичного, иногда реально боевого, серьезного, молодого, растущего организма. Такая организация профсоюз с хорошей перспективой. Профсоюз действия организация с имеющимся и постоянно растущим арсеналом возможных действий, хотя медикам формально закон запрещает бастовать. Есть куча других способов, например, такие довольно серьезные, как итальянская забастовка. Есть успешные опыты голодовок, как неудивительно. Есть хорошие примеры информационной борьбы, в том числе, включая массовые акции типа пикетирований. Еще один интересный вопрос, по которому у нас не возникло единого впечатления. Мое впечатление таково, что ребята из действия недооценивают роли союзников. То есть, в первую очередь, это пациенты, это граждане, которые обращаются как раз к медикам. И во вторую очередь, это представители среднего руководящего звена в самих же медицинских учреждениях. Мне кажется, что здесь они немного не дорабатывают и таким образом снижают свой потенциал. Также мы обсудили контекст, в котором действует профсоюз действия, сотрудничество с другими организациями, с левыми, с которыми вполне нормальные рабочие отношения, с, что важно, альянсом врачей, близким к структурам Алексея Навального. Выяснили, что они вполне нормально взаимодействуют. Как там будет дальше, посмотрим, практика покажет. Также у нас вот возникли разногласия по поводу таких скрытых союзников, таких как по поводу пациентов. Понятно, с пациентами нужно, и это всем как раз выгодно, как врачам, так и пациентам. А вот насчет среднего звена, здесь большие вопросы среднего руководящего состава и тем более главврачей. Все-таки, как мы выяснили, в сфере медицины происходит отрицательный отбор, так и во во всей остальной сфере управления в России, и там уже компетентных людей становится все меньше, или может быть даже уже нет, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании. Соответственно, и договариваться, и сотрудничать особо не с кем. Это просто чиновники, работающие себе на карман. Кроме того, немаловажное сотрудничество с другими первичными организациями из других конфедераций. Например, из ФНПР мы выяснили, что в ФНПР есть вполне приличные первички, с которыми можно и нужно работать, крест на них ставить не нужно, но одновременно, конечно, понимать, что руководство ФНПР вполне может воткнуть нашу спину в самый неподходящий момент. Большое спасибо всем, кто писал вопросы, отзывы свои в ходе нашего стрима, это очень оживляло беседу. И, друзья, пишите дальше в комментариях, и в том числе ваши вопросы. Будем на них отвечать. Надеемся, что в будущем еще к профсоюзу действия мы неоднократно вернемся. В общем, будем продолжать нашу работу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ!